Бутылки, пищевые отходы, разного рода бытовой мусор. Даже не верится, что мы находимся в самом почти центре столицы. Это улица Павлова, она пересекает с проспектом Чуй. Напротив расположен Ожский рынок. Раньше здесь функционировал базар, но с начала этого года он был передан на баланс мэрии. Но почему мэрия оставляет эту территорию в таком беспорядочном виде, непонятно даже самим жителям ближайших домов. Рынок Абдузахир, что по Павлова, прекратил функционировать ровно год назад. Точнее, на этой территории раньше были складские помещения. Торговцы были вынуждены перевезти товар на другую территорию Ожского рынка. Владелец данного участка, по рассказам местных жителей, продал землю мэрии. Раньше здесь был мини-рынок, точнее склад, но как год он уже не в рабочем состоянии. Мы понимаем, мэрия закупила землю, но почему оставляют ее вот в таком состоянии? Мусор, бардак, здесь каждый день разгуливают алкаши, причем дети играются. А здесь опасно и полная антисанитария. Но это ведь столица. Ее гости и туристы при виде такой картины придут в ужас. Бакыт Бухушев уже не первый год работает неподалеку и каждый день видит такую картину. Заброшенный рынок уже давно превратился в свалку. Плюс ко всему, по улице Павлова прямо на тротуарах паркуют машины. Пешеходам здесь ни пройти, ни проехать. Вот смотрите, арыки, заполненные мусором. Тазалык не убирает. Здесь и машины останавливаются, как им вздумается. Ведь есть же назорные органы, которые должны следить за всем этим. Милиция, мэрия, ТСЖ. Бардак, здесь машину очень много ставят. Тротуары все забиты, пешком люди даже не могут пройти. Постоянно мы здесь на стройку машину загнать не можем. Специально держим место, чтобы машину не ставили. А местным жителям и вовсе не сладко. Альгуль Садыхова проживает в доме номер 18, 27-й год, воспитывает четверых детей, которые вынуждены каждое утро проходить через эту помойку. По их словам, совсем неприятный вид открывается с балкона. Более того, летом стоит вонь. Почему мэрия не очищает территорию, вопрос для них открытый. Летом невозможно спать с открытыми окнами. Воняют. Каждый день следим за детьми, которые играются здесь. Им-то интересно. А по вечерам бомжи устраивают дебоши. Если бы мэрия привела в порядок данную территорию, мы бы с удовольствием следили за порядком и не допускали бы никого. Сотрудники Тазалыка ссылаются на домком, которая и должна, по идее, следить за порядками и чистотой, но местные не в силе очистить полузаброшенный рынок. Отметим, на придомовой территории в советское время размещалась детская площадка. В каких условиях продолжат жить местные жители, решат власти. Но мэрия, в свою очередь, ссылаясь на занятость, не смогла дать полные ответы на вопросы журналистов и бешкекчан. По неофициальным данным, администрация Абдузахира пользовалась муниципальной землей на арендной основе.